Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу, что такое R-SIM, как работает этот чип R-SIM и минусы использования R-SIM. Итак, что же такое R-SIM? R-SIM это чип-карта, которая позволяет нам разблокировать iPhone, который заблокирован от американского оператора. Что такое заблокированный, то есть залоченный под американского оператора, еще так его называют. Этот телефон был куплен по контракту, там TNT, Verizon, Sprint и так далее, чтобы купить по контракту iPhone. Вы его покупаете в 4 или 5 раз дешевле от его стоимости, которые он, допустим, будет стоить на странах СНГ или просто где-то в каких-то магазинах, Neverlock он называется. Он будет стоить намного дороже. Так вот, как работает R-SIM? То есть вы берете iPhone, вставляете в сим-лоток этот R-SIM чип, сверху вашу сим-карту, этот чип позволяет разблокировать под вашего оператора. Поэтому такие телефоны называют Unlock, то есть они разблокированы. Как они разблокированы? С помощью R-SIM. Минусы использования R-SIM. Это плохая сотовая сеть, благодаря ей, можно сказать. И это не считая версии iOS, как, допустим, сейчас iOS 14.3 или прошлые были проблемы. Более высокие энергозатраты, благодаря этому самому чипу, как он работает с телефоном, постоянная синхронизация, плохая сотовая сеть. И это в совокупности влияет на автономность вашего телефона. Третья причина, то есть мобильный интернет ваш может плохо работать, поскольку, поскольку сотовая сеть плохая, самосвязь, и, естественно, мобильный интернет вы получите не лучшего качества. Бывает такое, что нет возможности проверить мобильный счет. Просто из-за этого, что стоит R-SIM, идут какие-то неполадки, вы не можете проверить счет. При каждой новой версии придется менять новый чип, под, допустим, версию iOS 15, которая выйдет. Вам придется менять этот чип. Самый главный минус, у вас нет гарантии на это устройство от магазина. Итак, подводим итоги. Что мы имеем? То есть плохую сотовую сеть, постоянно менять R-SIM, нет проверки счета, нет мобильного интернета, нет гарантии на телефон. То есть можно купить БУ телефон, но с гарантией у кого-то с рук. Можно купить восстановленный официально через магазин с помощью компании Apple. Точно так же можете купить с гарантией. Можете купить совершенно новый и на гарантии в первую очередь. Вы, конечно же, можете смотреть на эту ситуацию по-разному с вашей стороны. Может кому-то это не так важно, то что я объясняю. Может кому-то важно купить такой телефон дешевле. Вот у него просто принцип, идет человек на принцип. Я хочу себе iPhone 12 Pro Max. Вот я его куплю не за 1000 долларов, а куплю за 500 долларов. Ну, вы купите за 500 долларов и будете потом об этом жалеть. Потому что будет ряд таких минусов, которые я вам перечислил. То есть нужно это учитывать. Каждый сам решает для себя, какое устройство он купит. Но не берите кредиты. Берите то устройство, на которое у вас хватает денег в первую очередь. А загнаться за какими-то понтами, там, у кого какой iPhone, я не вижу смысла. Это как бы выбор каждого из нас. Поэтому подписка, лайк, комментарий, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok